Итак, друзья, совсем недавно вышел Трипанк 2, шутер, отдающий дань... уважения некогда прорывному во многих отношениях боевику Фир. В свое время последний считался на редкость образцовым представителем жанра, хоть и не без определенных оговорок. А вот получилось ли у молодой команды разработчиков хотя бы отдаленно передать тот самый опыт, впечатление, или, быть может, развить какие-то идеи, предложив игрокам свежий взгляд на любопытную концепцию? Да черт с ним, хотя бы сохранить то хорошее, за что игроки 18 лет назад полюбили боевик от Monolith. Нам бы очень хотелось сказать, что да, но давайте обсудим поподробнее. Слушайте, предлагаем сразу прояснить один момент. Трипанк 2 отнюдь никакой не Фир 4, и даже не пресловутый идейный наследник. Такое впечатление, если оно ненароком и сложилось, будет заведомо ложным. Игра напоминает творение студии Monolith, разве что с сценами на статичных скриншотах, да парой заимствованных фишек. Вроде возможности врубить замедление времени. А, ну и подход к дизайну уровней, конечно, который тут отдельная песня. От беготни по местным локациям у автора натурально свело челюсть от зевоты. Подобные голые коробки, будто у нас тут какой-то прототип и незавершенная игра, в 2023 году явление совсем уж редкое. Но благодаря Трипанк 2 у ностальгирующих по 2005 году будет шанс вновь окунуться в то чудесное время и, что называется, поностальгировать от души. Вот только уже тогда, помнится, дебютник про мертвую девочку за скучные уровни не стеснялись пожурить. А сейчас-то и подавно за подобного рода безобразие прощать не пристало. Периодически отнюдь не перенасыщенный деталями и изобретательным дизайном уровней еще и погружает в кромешную темноту. И дело тут вовсе не в хоррор-составляющей. Попытка воплощения ее в каком-то виде в игре имеется, пусть и довольно несмелая. Но напускная тьма здесь скорее из необходимости скрыть техническое несовершенство игры. Действительно, графика в целом не выглядит слишком уж выдающейся. Это касается не только технических аспектов уровня 2010 года, но и художественного дизайна. Ситуация, когда вот вроде и все есть, но выглядит на редкость безвкусно, неказисто и максимально бюджетно. Интуитивно понимаешь, что авторам категорически не хватало то ли опыта, то ли денег на разработку, то ли что вероятнее всего и того и другого сразу, чтобы сделать беготню по здешним коридорам интересной и запоминающейся. Хотя в игре практически отсутствует так называемый бэктрекинг, и на том спасибо. Потому как даже без этого у автора случались моменты тотального недоумения. Куда вообще надо сейчас бежать? Количество копипасты порой натурально ошеломляет. Интерьеры в рамках одного, довольно, кстати, продолжительного уровня, никак не меняются. А потому мысли а-ля «не пойму, я тут уже был или нет» не покидает голову на протяжении всего прохождения любой из локаций. Подливают масло в огонь и баги. Рядовой ситуацией является, например, то, как ты 10 минут носишься в уже привычной глазу полной темноте, без каких-либо опознавательных знаков и понимания происходящего. И вот только затем появляется заветный индикатор с указанием цели. Видимо, кто-то из нашего, скажем так, начальства решил в этот момент немного прикорнуть. Работа-то у них по идее довольно стрессовая. Если что, это у нас так принято оправдывать бездельников-тестировщиков. Шутка, само собой. Итак, что еще хорошего было в Фир, чем предмет нашего обзора мог бы также с гордостью похвалиться? Скажите, сюжет, саспенсы, неожиданные повороты? Как бы не так. Ну, в смысле, все это было в оригинальной Фире, спорить с данным тезисом, пожалуй, сложно. Во всяком случае, так справедливо казалось нам тогда и вспоминается сегодня. Драма Альмы, заварушка, происходящая вокруг оперативника, Фителла и всей той истории с экспериментами, суперсолдатами и прочим, по-хорошему держала в напряжении и увлекала на десятки часов прохождения. Тогда даже проходным спин-оффом и средненькой третьей части, созданной годами позже руками сторонних разработчиков, не удалось ничего особо испортить. Трипанк 2 же предлагает сюжет чисто галочки ради. История подается в виде радиопереговоров и разбросанных по уровням записок с очень интересной информацией, за которой, вне пределов этих самых записок, ничего на деле и не стоит. А на полноценные катсцены у авторов, очевидно, не хватило бюджета. Здешний сюжет, как нам показалось, носит характер исключительно формальный и присутствует разве что в качестве оправдания геймплея. Мы тут жертва некоего эксперимента, и, будучи завербованным добрыми корпоратами, противостоим корпоратам злым. На деле все реализовано так же уныло, собственно, как и звучит. В игру не завезли хотя бы добротные клюквы, трэши или чего-то, чем можно замаскировать отсутствие хоть сколько-нибудь цепляющей истории. Отнюдь, будьте готовы к бесконечной простыне, состоящей из монологов по радиосвязи. Данным креативным образом сценаристы объясняют сюжетные перипетии. По итогу, если вы хотя бы пару раз проходили игры с подобной Трипанк 2 за травкой, то уже в первые 10 минут поймете, что тут к чему, и главный сюжетный поворот не вызовет особого удивления. Еще одной фишкой Фир был искусственный интеллект, и здесь он, только не смейтесь, тоже в целом есть. Не сказать, правда, чтоб сильно выдающийся, но враги не раздражают какой-то слишком уж явной недалекостью. Они честно реагируют на свет от фонаря героя, и в случае наведения лазерного прицела немедля бросаются в атаку. Да вот записывать это в однозначные плюсы было бы странно, разве что с сильной натяжкой. Так как для современного шутера это, что называется, вещи совсем уж базовые. А вот тот факт, что в какой-то момент на героя начинают набегать беспорядочные толпы врагов и бесцеремонно закидывать гранатами, словно мы тут в снежке играем, звучит довольно потешно и выглядит соответствующим образом. Порой подобное воспринимаешь как форменный беспредел. Тебе просто становится сложно сориентироваться, куда бежать и как скрыться от этих чертовых, летящих буквально отовсюду гранат, ну в самом деле, имейте совесть! Ну, это так, возможно, больное место автора. В конечном итоге, открытых боевых столкновений по задумке авторов можно избежать. Для этого у нашего героя есть еще один козырь в рукаве, помимо упомянутого ранее замедления времени. Является им режим маскировки, довольно схожий с тем, что мы видели в трилогии Crysis. Только вот черт возьми, можно как угодно оправдывать выбор разработчиками данной фичи в качестве одной из механик, но наличие рудимента здесь едва ли сколь-либо оправдано. Потому как проходить по стелсу игру, заточенную на шутерной составляющей, ну, как-то странно. Импакт от оружия, ощущение попадания в тело противника и сопутствующие последствия в виде этой вашей кровищей иллюзии, частичной, но все же разрушаемости, и впрямь реализовано достойно. Невооруженным взглядом видно то, что значительный потенциал разработчиков ушел именно в работу над этими элементами, а такие мелочи, как сюжет, дизайн и оптимизацию отдали на откуп специалистам на полставки за месяц до релиза самой игры. Если же говорить о чуть более неоднозначных моментах шутерной составляющей, а также связанных с ней элементов, то упоминание заслуживает разве что система апгрейдов ваших пушек. Она неплохо реализована в целом, но элементов улучшения кот наплакал, да и польза от них номинальная. Можно, например, поставить глушитель, да вот только зачем он нужен в ареношутере, где мы расстреливаем толпы беснующихся врагов под бодрый музончик? Вопрос открытый. Какие-то примочки уменьшают разброс пули или ускоряют перезарядку, что, однако, в моменте едва ли ощущается. Может, это только у автора так, и восприятие носит максимально субъективный характер. Но уж то есть, то есть. Кстати, можете написать свое мнение в комментариях, как часто вы использовали апгрейды оружия в игре. Однако, пожалуй, нет ничего более бессмысленного и зареализованного разработчиками, чем система кастомизации протагониста. Да, она никому особо не мешает. Да вот тогда какова ее задача? Мы играем в шутер от первого лица, в котором даже нет кооперативного режима. Так кому здесь на нас, красавца, любоваться? Само собой, варианты раскраски портков, ботинок и перчаток ни на какие параметры не влияют. Изменения чисто косметические. Вероятно, выглядела бы довольно смело возможность переодеть персонажа в совсем уж потешного клоуна, с последующей реакцией на незаурядный аутфит со стороны противников и, к примеру, боссов. Вспомните реализацию подобной фичи в Postal 2. Ерунда же, по сути, зато как игру оживляет. К слову о боссах. Их тут немного. И хоть вы даже не успеете запомнить их мина, потому что какой-то предыстории или зачатка характера они тут, разумеется, не имеют, выглядят он и довольно стильно, и вполне себе запоминаются. Художники постарались и правда на славу, за что от души хочется последних похвалить. Чего едва ли хочется сделать, когда речь заходит о сражениях с боссами. Даже если опустить один явный привет из прошлого века, тут мы не будем спойлерить. Схватки представляют собой насвинцование чуть более толстокожих, нежели рядовые противников на замкнутых аренах. Откровений ждать не приходится. Иногда в качестве группы поддержки подключаются и наши старые знакомые болванчики в лице рядовых врагов, своей беспорядочной толпой пытающиеся отвлечь нас от устранения основной цели. Но благодаря разбросанным на каждом видимом и не очень углу патронам и аптечкам, одолеть всю эту свору не составит большого труда. Кстати, вам это ничего не напоминает? Уж не сочтите за злонамеренную придирку. В абзаце, где было сказано про сюжет, мы едва удержались от упоминания классического Doom с его знаменитым, очень нужным сценарием в Ридми файле, но то была скорее очевидная аналогия. А здесь же сравнение напрашивается само собой, только уже с Doom 16-го года, в котором, впрочем, не в последнюю очередь благодаря в разы более грамотному и продуманному левел-дизайну, подобные поединки проходились несколько веселее. Итого мы имеем любопытную, но довольно сырую пока еще технодемку, нахватавшую всего и отовсюду, будь то преснопамятный Фирдум или Крайзис, но не осмелившуюся склеить все эти элементы воедино, а то и вовсе объяснить причину наличия в целом некоторых из них. Проект от студии 3Punk — это определенно прототип игры, прощупывание почвы и попытка авторов понять, остался ли у игроков интерес к подобного рода боевикам. Да вот только какого именно рода? Разработчикам стоило бы пойти по одному, но достаточно конкретному пути развития своего детища. Сделать ставку на динамичный ареношутер с нехитрыми, но тактически ориентированными способностями, либо на атмосферный и сюжетно-ориентированный боевик с детально прописанным лором и проработанной историей, выходящей за пределы необходимости прочтения внутриигровых записок, написанных в стиле корпоративной почты. Попытка засунуть в дебютный проект всего понемногу — решение крайне спорное, хотя в глубине души нам и понятное. Надеемся лишь, что набив изрядное количество шишек на прототипе, разработчики найдут в себе ресурс, что называется «собраться», и подойдут к разработке сиквела более осознанно, представив в обозримом будущем гораздо более цельный и качественный продукт. А пока можем порекомендовать 3Punk 2 исключительно исследователям жанра шутеров, остальным ловить здесь будет решительно нечего. А на этом у нас, друзья, всё. Если вам понравилось видео, будем рады пальцу вверх и уверенно прожатому колокольчику. Ну и рекомендуем также вступать в нашу группу ВКонтакте и Телеграм-канал, там мы публикуем разные анонсы и актуальные новости игр. Увидимся уже очень скоро, а пока оставайтесь с нами, дальше будет только интересней. За сим откланиваюсь, всем добра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!